Тема обсудим далее с нашей гостью Ольгой Курносова, политический аналитик, главный редактор портала, автор МПА. Здравствуйте, Ольга, как всегда, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Вы знаете, мы на протяжении всего этого полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины обсуждаем какие-то вопросы, которые наблюдаем при этом трансформации. Вот в вопросе, например, ради чего идут не в ЧВК, а вот именно ради чего идут в российскую армию россияне воевать. Вот сейчас, заметили ли вы, если в начале войны это, ну, либо там желание получить какие-то выплаты, либо желание просто убивать другой народ, либо это были запуганные и принужденные мужчины. Вот сейчас, на протяжении всех этих месяцев, трансформировалась ли, как думаете, вот эта мотивация, с которой идут воевать россияне? Ну, мне кажется, мотивации, с которой они идут воевать уже вообще практически не осталось. Забирают тех, кто просто не представляет, а как можно отказаться. Ну, призовут, я пойду. Вот тех, кто по большому счету наблюдаемски относится к своей собственной жизни. По каким причинам они так относятся, я не знаю. Ну, вот, либо люди, которые абсолютно доверяют начальству. Да, ну, а что мы можем сделать? Ну, начальство сказало, значит, надо. А куда мы денемся? Да, ведь потому что, я напомню, что повестки вручают не только на улице, не только дома, но и на работе. И я считаю, что в новой волне мобилизации максимум постараются сделать именно так, вручать повестки на работе. Потому что, во-первых, когда это происходит на работе, от этого порой невозможно отказаться, потому что вместе с этим приходится терять работу. И, соответственно, если ты не пойдешь в военкомат по повестке, то, опять-таки, ты потеряешь работу. Таким образом, только те люди, которые готовы в этом случае от этой работы отказаться и искать какую-то другую работу, могут от этого уклониться. Так что это гораздо более действенный для властей способ. Говоры о том, что под эту новую волну мобилизации, ну, хотя, опять-таки, мы говорим так каждый раз, новая волна, да, вроде как первая же не заканчивалась. Но, условно, да, под эту новую волну будут попадать многодетные родители. Говорила об этом и депутат Российской Госдумы Нина Станина. Ну, и вот тоже заявили о том, что вот эту отмену отсрочки от частичной мобилизации для родителей с тремя детьми в России могут отменить. Но, с другой стороны, звучала информация, вроде как, не будут мобилизовывать. Вот, опять же, что на самом деле? Ну, дело в том, что эта отсрочка, она оформлена исключительно внутренним документом Министерства обороны, поэтому от нее отказаться просто очень легко, да. То есть нет никакого законодательного решения, нет никакого закона об отсрочке для многодетных родителей. Поэтому, более того, всяческие законопроекты об отсрочках, они были заветированы правовым управлением Государственной Думы. Поэтому все это будет оставаться по-прежнему на усмотрении Министерства обороны и военкоматов. Так что, если кому-то удается там достучаться, условно говоря, до каких-то заметных СМИ или блогеров, кому-то отдельных людей удается вытащить, но в большинстве могут забирать всех подряд. Это высшее военное, политическое, особенное руководство. Нет дезертиров среди солдат российской армии. Все, значит, вот все идут, видите, когда вы говорите, нет уже и желания, и мотивации, а вот руководство политическое говорит совершенно иначе. А сейчас тоже вот в российских пабликах распространяется видео, на котором около 30 мужчин в камуфляже и с закрытыми лицами представляются военными из Ярославской области и просят власти о помощи. Где находится, неизвестно. Давайте услышим отрывок из этого обращения. Просим разобраться в данной ситуации. Нам был дан приказ командирам роты об отступлении с позиции, так как нас обстреливали танки, минометы. В свою очередь, командование нас не прикрывало и не давало нам никакой поддержки. У нас были только автоматы, а все остальное вооружение было повреждено. Теперь нас хотят обвинить дезертирами, так как командир роты говорит, что приказа не отдавал. Командованию на нас наплевать. Нам с самого начала сказали, что мы будем в терробороне. Начиная от самого военкомата, где мы призывались в Ярославской области. Но нас обманывали. По повреждении суда мы ходили на штурмы и сидели на самых передних краях фронта. Никакой третьей, четвертой линии, сказанной президентом, не было. В итоге мы просим в этом во всем разобраться и просим у вас помощи. Но вот пока только такие заявления, пока и стреляют себе в ногу, чтобы попасть в госпиталь, не идти воевать, поджоги военкоматов. Да, вот это все мы обсуждаем. То есть вроде какая-то реакция есть, но как скоро и как думаете, перерастет ли вот такое недовольство своим высшим военным руководством в бунты у российских солдат? Ну, нельзя сказать, что это может произойти достаточно быстро. Но я думаю, что если все продолжит идти так, как оно идет, то это неизбежно. И по большому счету, если смотреть, на что все это похоже, как это ни парадоксально, но больше всего это похоже на события 100-летней давности во время Первой мировой войны. Тогда тоже, правда, в 2014 году ура-патриотизм был гораздо сильнее, чем в году в 22-м. Так что я думаю, вот это расстояние во времени, оно будет гораздо короче, а не три года, как это было тогда, сто лет назад. Тем более, что информация быстро расходится. И вот эта история с 30 военнослужащими, которые записали обращение, я уверена, что она такая достаточно типичная. Просто не все записывают подобные обращения, и не все готовы как-то бороться за свою жизнь. Поэтому вот это лишь подтверждение моего тезиса, что забирают сейчас тех, кто просто не умеет бороться за свою жизнь и готов служиться начальству. Но таких людей, по большому счету, уже практически всех забрали. Поэтому с новой волной мобилизацией будут очень большие проблемы в российских властях. А вот тоже, знаете, по этим, кто не согласен воевать, по сути, с начала вторжения полномасштабного военных-то и запугивали много большими тюремными сроками за отказ воевать. И в первые месяцы войны сбежавшим из части солдатам суды назначили уголовное наказание, назначали штрафы. Но при этом всем какой круговорот получается. То есть не хочешь идти воевать в составе армии Российской Федерации, тебя отправляют, или ты там дезертир, например, тебя судят, отправляют в тюрьму. Из тюрьмы ты можешь пойти точно так же воевать, только уже в составе ЧВК. То есть в любом случае вариант один. Или нет? Ну, можешь же не пойти воевать в составе ЧВК. Сейчас уже в составе ЧВК идут воевать просто единицы. И практически этот потенциал заключенных уже исчерпан. После того, как все увидели, сколько людей возвращается, почти никто не возвращается. Решили, что лучше досидеть до конца, чем погибнуть непонятно за что и непонятно зачем. И, собственно, именно с этим можно связать падение, я не скажу популярности, но охлаждение Путина к Пригожину. И, собственно, много говорилось о том, что 18 января у них должна была пройти встреча в Петербурге. И вроде как она прошла. И по результатам этой встречи Пригожин теперь не будет критиковать ни высшее военное руководство, ни губернатора Петербурга Александра Пеглова. Так что вес Пригожина начинает уменьшаться. О потерях, что у Пригожина происходит, колоссальные потери в Украине несет частная военная компания «Вагнер». Говорил об этом у нас в эфире телеканал «Фридом», представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. В частности, он отметил, что ликвидировано огромное количество заключенных, которые воевали на стороне ЧВК. Давайте услышим господина Юсова. Потери среди вагнеровцев действительно огромны. Особенно, если мы говорим о рекрутированных заключенных, не о спецназовцев, о кадровых военных, которые пошли в наемники. К ним их стараются беречь больше. А зэки действительно расходный материал, и задачи выжить перед ними никто не ставит. Если мы говорим о заключенных российских, которые согласились идти в эту преступную организацию, то их мотив — это точно не доверие к путинской пропаганде или вера в какой-то безумный русский мир. Нет, это нажива и желание выжить, по возможности убежать, по возможности принять любые другие действия. Поэтому это точно не какие-то высокие мотивы и патриотические мотивы. Они достаточно приземленные, и в большинстве своем эти люди даже не задумываются о том, что они здесь делают, и исполняют преступные приказы. Ну вот то, что цифров, говорите, среди заключенных уже желающих все меньше и меньше. А ЧВК предлагает ли какие-то большие плюшки, большие деньги? То есть все равно же надо чем-то привлекать далее? Ну вот много сейчас идет речи о том, что они пытаются вербовать наемников за границей, в тех странах, где, собственно, ЧВК присутствуют. И это не только Сирия, как мы помним, это и Центрально-Африканская республика. И там, собственно, ЧВК достаточно активные. И это, в принципе, страна, где люди живут очень бедно, и где можно такими деньгами привлечь людей на войну. Тем более, что жизнь там тоже ценится не слишком высоко. Поэтому я думаю, что как раз вот такого рода наемников они будут пытаться привлекать в ближайшее время. Вы говорили о том, что у Пригожина как-то поменялась сейчас позиция, что он уже не будет так критиковать. По сути, у избранных только была возможность критиковать Путина или высшее руководство, политическое или военное. И вот в Американском институте изучения войны говорят о том, что после именно неудачных попыток захватить Бахмут Пригожин начал терять вот этот авторитет в глазах Путина. И при этом предполагается, что Путин решил отказаться от поддержки Пригожина, его нерегулярных сил, и снова положиться на Герасимова, Шойгу и российские вооруженные силы. Мы периодически говорим в эфире о том, как изменяется и реформируется армия, как вот эти все кадровые перестановки. Исходя из вот этих всех прогнозов, того, что вы сказали, дальше как будет выстраиваться вот эта вот вертикаль военная? Ну, как мы видим, они решили нарастить, в принципе, численность вооруженных сил Российской Федерации. Но вопрос же в другом. Это все не одномоментная история. Почему была попытка сделать ставку на ЧВК? Потому что, во-первых, там достаточно жесткие были условия, так как они напрямую не связаны с государством, поэтому можно было делать со своими солдатами, по большому счету, все что угодно. Хоть расстреливать, хоть убивать кувалды, хоть ставить за град отряды. И по большому счету некому было по этому поводу предъявлять претензии, потому что это все равно заключенные, это все равно как бы люди, ну, такого, за которых никто не спросит с руководства ЧВК. В этом смысле с армией все, на самом деле, гораздо сложнее, потому что есть законодательство, и по большому счету люди, которых призывают вооруженные силы, за них несет ответственность государство. Как бы не хотелось государству от этой ответственности отказаться, тем не менее она существует. Да, понятное дело, что многие говорят о том, что генерал Герасимов действительно достаточно знающий военачальник и может, по крайней мере, планировать какие-то операции. В этом смысле его, конечно, нельзя сравнить с ЧВК, но и условия, в которых приходится действовать вооруженным силам, совсем не те, к которым они привыкли где-нибудь там в Сирии, где они действовали, по большому счету, против таких разрозненных, считай, партизанских отрядов. А тут взаимодействие с регулярными вооруженными силами, хорошо обученными и хорошо вооруженными. И, по большому счету, российская армия никогда таких военных действий не вела, поэтому они садятся все время в лужу. Они пытаются воевать способами XX века, а сейчас век XXI. Именно поэтому у них ничего не получается. Так что в этом смысле, что называется, переставлять кровати в борделе недостаточно, а изменить ничего невозможно, потому что единственное, что можно сделать, это убрать, наконец, Путина от власти и начать вывести войска и начать договариваться и с Украиной, и с цивилизованным миром. Ну это да, это ключевое. Но при этом всем пока, да, то, что проводит, какую политику проводит и Кремль, да, максимально. Ну уничтожить цель, уничтожить Украину, это понятное дело. При этом уничтожить и Российскую Федерацию, весь свой народ. То есть это прям в комплекте у Путина. Но вот тоже, говоря вот о каких-то там мотивационных моментах, пропаганда как работает, уже обещают, например, в Крыму обещают, в украинском Крыму, оккупанты обещают и земельные участки выделить, если ты идешь воевать, служить. Даже вот, кстати, да, по Крыму, там военкоматы начали вызывать и IT-специалистов, финансовых работников и других специалистов, которые ранее имели бронь от мобилизации. В городе Севастополь это происходит, сообщал Генштаб вооруженных сил Украины. Вот тоже по вашему мнению, ну то, что мобилизация вот эта скрытая проходила на временно оккупированных территориях Украины. Это, понятное дело, это не секрет. Но, опять же, сколько еще смогут набрать людей, сколько еще смогут принудить украинцев воевать в составе армии? Опять же, вопрос незаконности — это отдельный вопрос. Сколько попадется, столько и смогут, по большому счету. Кстати говоря, если возвращаться к вопросу Крыма, вы обратили внимание, каким образом Сбербанк открыл банкоматы в Крыму? Ведь он не поставил их в каких-то стационарных точках, они привезли их на автомобилях. То есть приехали, а если завтра что-то пойдет не так, уедут. То есть Сбербанк понимает, что Крым украинский, и его банкоматы будут присутствовать там недолго. Поэтому лучше делать их передвижными. У нас в эфире звучала фраза одного из наших гостей. Путин никак не может смириться с непокорностью украинцев. Это его максимально выбешивает. А как думаете, все равно есть люди среди россиян, которые не желают воевать? И вопрос не только в том, чтобы не отправлять своих мужей-мужчин воевать, а в том, что они против убийства другого народа. Насколько Путин может смириться? Ну, наверное, не может. Это риторический вопрос, но какими способами он не будет мириться с теми, кто не согласен с его политикой? Ну, смотрите, сегодня уже генеральный прокурор Краснов отчитался о количестве уголовных дел, возбужденных по статье о дискредитации вооруженных сил. Я даже эту какую-то дикую цифру даже не смогла запомнить. Потому что, ну, там буквально, что бы ты ни сказал, это уже дискредитация. Назвал войну войной, дискредитация. Плакат, просто белый лист бумаги поднял, уже дискредитируешь, можно сказать, всех подряд. Поэтому, конечно, смириться с тем, что россияне против решения верховного вождя Путин не может. Другое дело, что проблема же в чем? Проблема в том, что он, в принципе, не верит в субъектность народов и наций. Почему он все время говорит, что это не украинцы действуют, а они марионетки в руках Соединенных Штатов? Он не верит в то, что украинцы являются народом. Он не верит в то, что не какой-то там президент Байден принимает решение, а принимает решение украинский народ. И, естественно, он не верит в субъектность российского народа. Я не знаю, что нужно сделать для того, чтобы он поверил в субъектность российского народа. Наверное, поступить с ним так, как поступили в свое время румынские граждане с семьей Чаушеску. Вот, наверное, перед этим, перед тем, как получить пулю, он бы поверил, что субъектность народа существует. А может, и не поверил, и решил бы, что это какие-нибудь американские спецназовцы. В этом основная проблема. Проблема и нас, россиян, ну, естественно, и проблемы украинцев. Именно поэтому он все время говорит о том, что нужно поменять власти в Украине. Потому что вот власти поменяют, и сразу все будет хорошо. Потому что, ну, народа-то нет. Поэтому главное просто посадить другого человека, посадить условного там Януковича или Мадведчука в офис на банковую, и все сразу будет хорошо. То есть абсолютное непонимание процессов, происходящих в реальной стране, где люди решают, кто будет ими руководить. Где люди решают, отстаивают свою независимость, свою жизнь в первую очередь. Ольга, спасибо вам огромное за общение сегодня. Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала «Автор Эмпая», была с нами на связи.